МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто до сих пор мерзнет? Кто в этом виноват? И что все-таки делают? В нашем материале. Климат дома понятия абстрактные. Психологи убеждают, что он зависит от межличностных отношений в семье. Однако с наступлением холодов самарцы при создании уютной атмосферы в жилищах все чаще стали акцентировать внимание на коммунальщиках. Такого веселого подключения я что-то не припомню. Раньше наступала 15 октября, два дня и батарея огонь. По барабану, какая там среднесуточная. В этом году какая-то трагикомедия. Зато в мэрии все по графику, по плану, проценты радуют. Ускорим, увеличим, поставим на контроль, создадим комиссию. И действительно, городские чиновники на протяжении недели исправно рапортовали об успешном старте отопительного сезона. Температура за окном опустилась ниже среднесуточных 8 градусов 26 сентября. А значит, в течение пяти дней тепло должно было появиться в домах. Однако, по тем или иным причинам, законное коммунальное благо, за которое самарцы платили на протяжении всего года, не дошло до потребителей. Аэродромная 16А в квартире 10 градусов тепла. Отопления нет, когда будет, неизвестно. Ведутся ремонтные работы в подвале этого дома. Замена труб отопления. А что делало ЖЭО летом? Аврора 110А. Где тепло? Надоели рапорты. Замерзаем и болеем. А в поселке Жигулевские сады топить и не начинали. Ввиду того, что батареи дольше положенного срока оставались холодными, самарцы согревались подручными способами. Пламя-то внутри шел, прям вверх. Внутри там все горело. Жительница дома номер 7 по улице Гагарина в Самаре Любовь Герасимову несколько дней назад пережила пожар. Причина ЧП для хозяйки очевидна. Обогреватели включают, а проводка старая, дома 50 лет ведь уже. И поэтому проводка не выдержала, замкнула. В ряде районов отопление вроде бы дали, но батареи еле теплые. Жалобы можно встретить в интернете от пользователей и из других городов области. Две недели с начала отопительного сезона. Срок, отведенный законодательно управляющим компаниями на исправление недоработок. Если же в недочеты не устранят, придется платить штрафы. До 50 тысяч рублей с юрлица. Все штрафы оплачиваются либо из прочей деятельности управляющей компании, либо из тарифа на управление. То есть ни в коем случае тариф текущего ремонта и содержания жилья не должен быть перевернут и перехлестнут на оплату этих штрафов. И вот спустя 7 дней самарские чиновники вновь отчитываются. К отоплению подключено порядка 93% жилого фонда. Но радость горожан длилась недолго. Штампованная фраза «Где тонко, там и рвется» зазвучала по-новому. Из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе без тепла вновь оказались 600 домов и 90 соцобъектов. Лишь спустя сутки ЧП удалось ликвидировать. В детских садах и больницах Сызрани батареи также остыли из-за порывов. В Кенель-Черкасах похожая ситуация. В Жигулевске из-за устаревшего оборудования не заработали в срок две котельные. В Безюнчуке продолжают мерзнуть, пока идет замена котлов. Коллеги, повторюсь, 14 дней – это очень много. Поэтому вот везде прозвучало «сегодня, завтра, последний день». Хотя вот так, когда мы легко к этому относимся, здоровыми, температурными режимами, особенно в детских садах, сегодня, завтра, посезавтра нам оправдания с вами нет. Сегодня, завтра ждем ваши доклады, чтобы мы забыли эту проблему. И это при том, что старт отопительного сезона был дан еще 1 октября. Старый добрый русский авось в очередной раз подвел. Однако внушениями и даже штрафами в этом году отделаться не удастся. Ранее глава региона Николай Меркушкин заявлял по этому поводу, цитата, «По тем проблемным объектам, на которых работы серьезно затянуты, подключили органы прокуратуры, не исключая, что будут заведены уголовные дела». Октябрьск – город, расположенный на правом берегу Волги. И протяженность 30 километров, население – около 25 тысяч человек. Это данные из интернета, что называется сухая статистика. Если же побывать в городе, то картина становится куда более интереснее. Итак, по пунктам. На этой неделе постмэра покинул Сергей Родионов и стек срок полномочий. Отныне, согласно изменениям в уставе города, главу администрации будут назначать по конкурсу. Он уже объявлен, и кандидаты должны подать документы до 31 октября. Впрочем, жители Октябрьска мало интересуются политикой. Многие из тех, с кем разговаривали, даже не знают, кто был до этого у руля. Видели мэра один раз, несколько лет назад, в предвыборную кампанию. Слова, которые говорят люди, шокируют. Они стараются покинуть город и не то, что не любят родину, а даже, цитата, ненавидят. Куда и от чего бегут в нашем сюжете. Считается, что первые и последние кадры сюжета ключевые. Вот, пожалуй, таким запомнился нам город. Октябрьск, аренда. Понятно, что арендовать в этом объявлении предлагает не муниципалитет, а недвижимость. Но впечатление, что и сам город до сих пор хозяина не нашел. Серый, депрессивный, вымирающий. Так, в основном, говорят об Октябрьске. Вот местная больница. Она единственная в городе. Несколько лет назад провели капитальный ремонт. Было два подрядчика. Медики до сих пор вспоминают о первом судах. Внешне, вроде бы, все и благополучно, если забыть об отсутствии дорог рядом со зданием и не говорить о благоустройстве территории. Но это и не входило в контракт. С нарушением технологии сделан ремонт крыши. То есть, как только у нас были проливные массивные дожди, у нас пошли протечки. Это первое. Второе, связанное с этим же неправильно, с нарушением технологии, сделана отмостка вокруг здания. Значит, вся вода грунтовая, дождевая, талая и прочее, она у нас в цокольном этаже. Дальше. Неправильно выложена плитка с нарушением технологии. Дальше еще лучше. После ремонта врачи лишились горячей воды. То есть, ее больше нет. Подрядчик закупил нагреватели 13 штук. Ни один из них не работает вот уже полтора года. Тазы набираем, таскаем вот там, набираем, выливаем на раковину. Это и дезинфицируем, и моем посуду. Это три раза на день. Завтрак, обед и ужин. То есть, о горячей воде, наверное, уже не мечтаешь? Нет, нет, нет. А люди просят и кипяточку больные, особенно у кого горлышко болит, дерет, а пить горячего нет. Ну, кипятят девчонки по мере возможности. В администрации говорят, материально помочь в больнице ничем не можем. С 1 января она приобрела статус государственный. Врачей в учреждении катастрофически не хватает. В штате всего 30% из положенных 100. Что неудивительно, молодежь буквально бежит из города. На многих домах в частном секторе объявление о продаже недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мертвый город. Работа нет для молодежи. Вот, все текет, сами видите, никто ничего не делает. Город весь утопает, как Венеция. У нас, насколько я знаю, самая дорогая вода во всей области. У нас в месяц канализации по счетчику стоит вода в районе 60 рублей кубометр. Почему так? Спрашивали, объясняли? Ну, я не знаю, вот посмотрите, вот она текет по всему городу. В любую улицу заедете, она по всему городу текет. Деревни, здесь все старички. Ничего нам власть не даст, и мы не ходим к ней. Живем, как выживем, и все. Дороги плохие, коммунальщики работают плохо. Что не так, что не делают? Что не делают? Кровли не делают нам, вот, например. Текет кровля, не исполняет, некачественно исполняет все это. Хоть я и родилась, но этот город Октябрьск ненавижу, потому что вот такие условия. Еще одна проблема – это газификация. Если муниципальное жилье голубым топливом оснащено полностью, то частный сектор нет. В свое время как-то о нем забыли. Хорошо, что ныне вспомнили. Поможет область. Октябрьск включили в целевую программу. Закроет вопрос к 2015 году. Общая стоимость работы порядка 350 миллионов. Она будет плавающей с учетом индексации и уровня инфляции. По частному сектору у нас живет практически чуть больше половины, но это около 16 тысяч. Бюджет города, по словам чиновников, 360 миллионов рублей. 128 из них – это собственные доходы. Хватает этих денег лишь на латание дыр. И то чаще всего на один год. На следующий история повторяется. Можно сказать, живут лишь благодаря областным программам. Вот отремонтировали школу, сделали пристрой, в нем спортивный зал. Цена вопроса – 50 с лишним миллионов рублей. Сейчас готовят документы на ремонт еще одной школы. Она обойдется в 11 миллионов. Ее построили в 40-м году. Балкон у входа в аварийном состоянии. На него никого не пускают из-за угрозы обрушения. Впрочем, лестница в самой школе также вызывает вопросы. Как-то слишком низко расположены пролеты. Но руководство отрасли образования заверило – все по нормам. И ничего страшного нет. А вот так выглядит дорога к прекрасному. Правда, передвигаться нужно с осторожностью. Перед нами районный дом культуры. 70-х годов постройки. По словам местных преподавателей, капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, что и заметно. При этом, несмотря на такие условия, здесь по-прежнему продолжают заниматься дети в кружках, проводятся развлекательные и спортивные мероприятия. Для того, чтобы привести в порядок здание, нужны немалые деньги. Это понятно. Но почему нельзя отремонтировать лестницу? Ходить же страшно. Или хотя бы покрасить вот эти качели? Ведь копейки. Получается, что вопрос не только в средствах, но и в отношении к делу. Не доходят руки и до центра города. По одну сторону улицы администрация, по другую – дедушка Ленин. Рядом с памятником – центр внешкольной работы. Пока еще стоит. Хотя внешне уже разваливается. Вот такое лицо у города. Развивать Октябрьск или хотя бы привести его в порядок сложно, говорят местные чиновники. Инвесторы не выстраиваются в очередь. Из крупных предприятий в городе – лишь РЖД. По нашей информации, на территории городского округа Октябрьск в ближайшее время, в 2014 году, строительство терминального логистического центра крупного, стоимость проекта порядка 4 миллиардов рублей. Если это будет реализовано, это даст огромный толчок, по моему мнению и по мнению всех работников в администрации и профильных наших отраслевых учреждений в развитии города. Соответственно, такой крупный проект предполагает развитие всей инфраструктуры, дорожной сети и так далее. Дороги, если вот это можно ими назвать, на самом деле заслуживают внимания. Причем не только старые, но и свежеотремонтированные. Ситуация насчет вот этого полотна дошла до губернатора. Первые выводы сделаны. Не исключено и вмешательство силовиков. Пока же город ждет нового главу администрации. Его выберет конкурсная комиссия. Естественно, контролировать развитие событий будет и правительство. Правда, чиновнику можно будет не позавидовать. Работы много. Сейчас Октябрьск в рейтинге комфортности для жизни занимает 37-е. Последнее место в области. Отмечу, что сети менеджера ждут сейчас и в Безанчукском районе. Прием документов уже закончился. В итоге конкурсная комиссия выбирать будет из двух кандидатур. Действующий, исполняющий обязанности главы администрации Евгений Сараев и руководитель местного комитета по строительству Александр Ханикин. Напомню, приезжий глава Юрий Евдокимов ушел в отставку в мае после жесткой критики губернатора. Николай Меркушкин был, мягко говоря, недоволен работой чиновников. Впрочем, возможно, на этом перестановки в области не закончатся. Мы будем следить за развитием событий. Жизнь же в Чапаевске налаживается. Тема нерадивых чиновников там неактуальна. Напомню, на прошедших выборах местного главу поддержали более 90% избирателей, что точно можно назвать успехом. Сейчас для города вопрос номер один – это рабочие места. Очень много людей переехали в Самару или Новокуйбышевск как раз в поиске заработка. Три месяца назад в Чапаевске начали возводить заботу по производству автокомпонентов. Это совместный проект самарской компании и фирмы «Делфай». Американцы ходом работы остались довольны. Своими впечатлениями они поделились с губернатором. Строительство укладывается в запланированные сроки. Уже на месте стоит каркас. Запуск первой очереди ожидается в 2014 году. Когда предприятие заработает в полную силу, здесь могут трудоустроить около 2000 человек. Николай Меркушкин отметил, открытие нового завода очень важно не только для Чапаевска, но и для области в целом. Новое производство должно серьезно повлиять на развитие автомобилестроения. На автовазе процессы идут, хоть и непростые, процессы модернизации, перехода на новую линейку производства автомобилей разных марок. В ближайшие 5-6 лет планируется 30 новых моделей. Нашли понимание в вопросе подготовки кадров. По словам американцев, на российском рынке не хватает инженеров со знанием английского. Николай Меркушкин заверил, работу в этом направлении областные власти поддержат. К тому же тема изучения иностранных языков особо актуальна и в преддверии Чемпионата мира по футболу. Всю неделю Тольятти будоражили слухи, якобы в городе больше не будет троллейбусов. ТТУ расформирует. Но, как узнал наш корреспондент, информация, мягко говоря, преувеличена. Отказываться насовсем от экологически чистого вида транспорта никто не собирается. При этом выяснилось, проблем у Тольяттинского троллейбусного управления немало. Главный из них это старый парк. На обновление нужны сотни миллионов рублей. За помощью работники ДПО уже обратились к губернатору Самарской области. Дорога на работу у Елены Кочевой привычно начинается здесь, на троллейбусной остановке. Девушка уверена, усатый транспорт придет по расписанию и толкаться в дверях не придется. Троллейбус в Тольятти, говорит она, самый надежный вид передвижения. На нем можно попасть в любой район города даже поздно вечером, когда маршрутки уже не ходят. Слухи о возможной утилизации электрического транспорта Елена восприняла с недоумением. Это экологически чистый вид транспорта. И какой смысл его отменять, если другого тут и не предвидится вообще. Город будет в какой-то степени еще больше загазован, потому что тогда надо будет увеличивать автобусные маршруты. Или обычные маршрутки, вот эти маленькие, которые, ну, например, они не всем удобны. Сейчас в Тольятти действует 24 троллейбусных и 128 автобусных маршрутов, по которым следуют в том числе частные газели. Их доля на рынке пассажирских услуг 67%, а количество дублирующих маршрутов достигает 49 на одном отрезке дороги. Оптимизировать работу транспортной сети Тольятти пригласили экспертов из Санкт-Петербурга. На обсуждение предложенной ими концепции развития позвали горожан. На суд общественности вынесли два проекта. Оба предполагают сокращение частных извозчиков практически в 10 раз, но в первом варианте троллейбусы остаются, хотя и с сокращением числа маршрутов, а во втором исчезают с улиц Тольятти. Мы как технический институт просто рассчитали этот вариант, возможно ли вообще состояние города иметь без троллейбусов. Да, технически это возможно. Единственное, что из сети троллейбусов в этом случае заместятся три маршрута. Тольяттинское троллейбусное управление сейчас переживает не лучшие времена. По данным городского департамента транспорта, чтобы вытащить муниципальное предприятие из экономической ямы, необходимо более миллиарда рублей. Задолженность ТТО около 120 миллионов, а парк машин изношен практически на 100%. Таковы результаты тотального недофинансирования последних 10 лет, говорит директор предприятия Николай Рылев. Если смотреть по подвижному составу, то последнее приобретение 20 троллейбусов, это было в 2001 году. И вот до 2011 года, за 10 лет, не было приобретено ни одного троллейбуса. В 2011 году 9 приобрели. Соответственно, подвижной состав на 94% выработал свой ресурс. Средний срок эксплуатации тольяттинских троллейбусов 18 лет, при разрешенных 7. Машины постоянно ремонтируют, но за последний год 30 из них окончательно вышли из строя. Для поддержки ТТУ мэрии Автограда выделяют из бюджета 85 миллионов рублей в год. Но этих средств не хватает. Чтобы обновить весь парк троллейбусов, в течение 5 лет необходимо закупить 100 машин. С на вопроса при сегодняшних расценках 800 миллионов рублей. Поэтому второй вариант развития городского транспорта, пояснил мэр Тольятти, это своеобразная подушка безопасности. Учитывая ту сложную ситуацию, в которой находится троллейбусное управление, что произойдет, если вдруг троллейбусное предприятие мы не сможем вытащить из экономической ситуации, которая есть. Видя эти два крайних варианта, мы ищем вариант посредине. Мы его обсчитываем, чтобы постараться сохранить и троллейбусные парты, и автобусные. Оптимизация транспортной сети по проекту Санкт-Петербургская организация уже прошла в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах страны. И везде сеть электрического транспорта была сохранена по желанию местных жителей. Между тем сотрудники Тольяттинского троллейбусного управления направили обращение к губернатору Николаю Меркушкину. Чем нам может помочь? Это софинансирование в приобретении подвижного состава. Войти в программу, чтобы региональные, федеральные бюджеты, чтобы и нагрузка на городской бюджет была поменьше. В городе должен быть муниципальный транспорт. Это всегда надежно и безопасно. Троллейбусы почему бы? Сохранить надо их, естественно. Все. Потому что как без троллейбуса? Мы же и не будем их везде нужны. Это же социальный транспорт. Презентация концепции развития автодорог и транспорта прошла в трех районах Тольятти. Разработчики обещают учесть все пожелания горожан. Предложения будут принимать еще в течение месяца. В декабре окончательный проект поступит на утверждение в местный парламент. К его реализации чиновники приступят в 2015 году. Полетели недалеко и недорого. Авиаперевозкам внутри ПФО полгода. Среди очевидных плюсов цена и комфорт вскрылись минусы. В какую сторону накренелась госпрограмма и какие коррективы внесут, чтобы полеты стали еще доступнее, разбиралась Нина Ванина. Девять утра. На табло три региональных рейса один за другим. Доказаний. Самый востребованный. Свободных мест нет. Я давно ждала, когда будут эти перевозки, потому что, повторюсь, летал через Москву. Пассажиров в самолет такого рейса умещается не больше десяти. Вот и на регистрацию уходит минут десять. Не надо приезжать в аэропорт. За два часа до вылета, без пересадок, долететь в соседние области можно с апреля 2013. За это время через Самарский Курумыч прошло почти 26 тысяч пассажиров региональных рейсов. Для сравнения, 145 тысяч по всей стране в год. Такую задачу премьер Дмитрий Медведев поставил перед российским правительством в июне. В России открылось еще 45 региональных маршрутов. Самолет удобен и недорого. График сегодняшнего вылета и завтрашнего вылета обратно, он очень удобен. График, который в другие дни, честно говоря, желательно подкорректировать. Вылет неудобен из Казани, потому что ранний, утренний. Неудобное расписание – одна из самых распространенных претензий. И рейсов пока не так много, как хотелось бы. Пассажиры из Самары летать готовы по всем действующим маршрутам. Сейчас их семь. Больше только в Татарстане. В аутсайдерах по Приволжскому округу – Чувашия. Цены на билеты приемлемые. Причем, чем раньше купить их, тем выйдет дешевле. Сравним. Дату полета выберем в первых числах ноября. Из Самары до Казани улететь можно за 1700 рублей, до Саратова – за 1200. Нижний Новгород, Казань, Оренбург. Туда самолеты практически всегда летают полными. С этими городами у Самары давние партнерские экономические отношения. Поэтому для некоторых пассажиров командировка, которая раньше была мучительно долгой, становится значительно проще. Некоторые скептики в успех начинания не верили. Почти 20 лет в этом направлении не делалось ничего. В некоторых населенных пунктах аэропорты ликвидировали. И добраться туда можно было поездом или только на автомобиле. Сейчас региональные перевозки в каком-то смысле возрождают города. Естественно, удаленные – это Киров, Пенза, так как в свое время там закрывалось направление перевозка пассажиров. И поэтому люди еще не понимают это удобство. Но для этого, я думаю, они придут к этому. Когда на региональном уровне задумались о развитии авиаперевозок, вскрылась важнейшая проблема. Самолетов на эти рейсы не хватает, и все, что есть – иностранного производства. Если говорить о нашей области, их конструируют, но на крыло они встают чаще всего за рубежом. Проблему обсуждали на международном авиасалоне «Макс» в Жуковском. На взлетной площадке десятки моделей малой авиации. Сделано в Самаре, но пока наши стоят дороже зарубежных аналогов. И покупать их тут не будут. Да и отечественный заказчик – это психологический момент. Привык брать иностранные. Палки в колеса вставляет и сложная система сертификации. Ситуация начала меняться. На региональном уровне разрабатывается программа развития малой авиации. Но существует определенная проблематика, которая сдерживает развитие. Эта сертификация, в том числе, они формировались как самостоятельные субъекты в каких-то ограниченных производственных помещениях, в каких-то ограниченных производственных возможностях. Да, была программа исторически в Самарской области по развитию малой авиации. Сейчас она уже не работает. Мы в изучении возобновления, может, такой программы, которая в себе воплотит все эти решения, эти проблематики, про которые мы говорили. Пока малую авиацию только решают, как поддержать. Бюджет областной программы по развитию региональных авиаперевозок уже утвердили. До 2016 года предусмотрено выделение 57 миллионов рублей. Утвержден и порядок субсидий перевозчикам. Сейчас четыре авиакомпании организуют рейсы из Самары и получают за это до 60% скидки на обслуживание в аэропорту Курумыч. К концу 2013-го маршрутов станет уже 12. А ведь еще год назад из Самары прямой рейс был только до Нижнего Новгорода. Только в полете живут самолеты. Только в полете отстет человек. События прошлых выходных, но 14-й съезд партии «Единая Россия» в Москве обсуждается до сих пор. В центре внимания доклад Дмитрия Медведева. В этом документе глава российского правительства обозначил как стратегические направления партийного развития, так и решение конкретных задач, поставленных рядовыми членами партии. Это касается и развития производств, и повышения зарплат бюджетникам, и реализации социальных программ. В этом году на съезде было 1700 делегатов. Восемь от Самарской области. Рекордный процент. Более третий – это представители первичных организаций. На всех значимых мероприятиях работала наша съемочная группа. С самого начала работы главного партийного события был задан формат. Это народный съезд регионов. Из 1700 делегатов – 600 представителей первичных парторганизаций. В первый день с их секретарями встретились президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Говорили о разных аспектах, затронули и тему предвыборных обязательств. Хотел бы поблагодарить и вас, и тех людей, которые работают на региональном и на федеральном уровне, в парламенте страны, в Государственной Думе, за то, что вы никогда не скатываетесь в популизм. Предложить наиболее эффективные способы решения проблем и объяснить людям доходчивым языком, почему предлагается такое, а не другое решение. О выполнении партийных обязательств говорил и лидер партии Дмитрий Медведев в своем политическом докладе на пленарном заседании. Главная тема – что делать дальше? Новая программа действий сформирована на основе вопросов, которые предлагали рядовые члены партии. Все социальные проекты будут продолжены. Конституция провозглашает Россию в социальном государстве. Наша партия воплощает Думу в жизнь. Мы взяли на себя масштабные обязательства по повышению зарплаты в бюджетном секторе. Прежде всего, речь шла о учителях, о врачах, о военных, сотрудниках силовых структур. Людям, которым мы доверяем самое ценное, что у нас есть детей, свое здоровье и безопасность, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. Зарплата в бюджетной сфере подтягивается до уровня средней по экономике регионов. Это касается врачей и учителей, которые с 1 сентября стали жить в условиях нового закона об образовании. Согласно документу, дошкольное образование – одна из ступеней общего. Правительство выделяет 59 миллиардов рублей на строительство детских садов. Задача – обеспечить местами всех детей от 3 до 7 лет. Домашний уход за ребенком можно будет включить в трудовой стаж. Это 4,5 года. Включение в трудовой стаж 4,5 года – это положительный момент. Потому что любой человек в любом возрасте думает и о пенсии, и о стаже работы. В докладе звучит тема ЖКХ. Если раньше рост тарифов был больше инфляции, потом одинаково, теперь задача – подражание коммунальных услуг должно стать на 30% меньше повышения общего уровня цен. Тарифы должны быть ниже на 30%, чем инфляция. Это поручено регионам внимательно рассмотреть эти вопросы. И, конечно, мы будем делать все, чтобы следовать этому принципу. Российским предприятиям помогут адаптироваться к работе в условиях Всемирной торговой организации. Особое внимание малому и среднему бизнесу. Для начинающих предприятий предлагают ввести дополнительные меры поддержки – налоговые каникулы, льготы, которые помогут предприятиям встать на ноги. Мы будем давать льготы или каникулы за счет налогов областных и муниципальных. Ну, надо сказать, мы частично в области это делаем. Даже, может быть, не частично, а, допустим, в той же особой экономической зоне. Там это в полном объеме работает, не только для малых и средних, но и крупных предприятий. Плюс для начинающих мы тоже в прошлом году приняли свое решение. На местном уровне они могут тоже эти каникулы давать. Но теперь мы более комплексно будем рассматривать вопрос с тем, чтобы развивался малый бизнес. Все это придется делать, несмотря на более жесткий формат государственной казны. В бюджете 2014 года все социально значимые расходы предусмотрены в полном объеме. Решать свои вопросы на партийном уровне для Самарской области станет проще. Еще трое представителей регионального отделения вошли в состав высшего руководства партии. И завершим программу на приятном событии. Символ Олимпийских игр прибудет в Самарскую область перед новогодними праздниками. Сначала огонь не доставят в Сызраль, затем в Тольятти и в Самару. К мероприятиям уже вовсю готовятся. В областном правительстве организована специальная рабочая группа. Готовность достаточно высокая. Есть определенные шероховатости в некоторых вопросах. Это касается в большей степени материально-технического обеспечения мероприятия. Ну и, конечно, никто не может предсказать, когда и какие условия будут на тот день погодные. Сейчас всех интересует, кто же станет факелоносцами. Их в общей сложности в регионе 360 человек. Среди них спортсмены, артисты и даже министры. Список утвержден, но официальные имена героев не разглашаются. В секрете держат и маршрут эстафеты. Известно лишь, что преодолевать расстояние будут в том числе на коньках и мотоциклах. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова